Сейчас коротко о главных событиях. Агентство Fitch поместило рейтинг Volkswagen в список на пересмотр. Французский банк Society General ухудшил рекомендации по акциям европейских автопроизводителей. Запасы нефти в США за прошедшую неделю упали больше прогнозов. Агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Volkswagen в список на пересмотр в сторону понижения. Это связано с расследованием нарушений компании экологических норм и возможным штрафом в размере 18 миллиардов долларов. Рейтинговое действие отражает ущерб репутации брендам группы после обвинений в манипуляциях на испытаниях по выбросам в США и ожидаемых многомиллиардных финансовых потерь из-за возможных штрафов и сдержек по отзывам, а также юридических претензий, говорится в пресс-релизе агентства. По мнению Fitch, при устойчивых финансовых показателях Volkswagen имеет более слабое по сравнению с конкурентами корпоративное управление, что в конечном итоге может привести к снижению рейтинга. Французский банк Society General ухудшил рекомендации по акциям европейских автопроизводителей с уровня лучше рынка до уровня нейтральной. Это связано со скандальными обвинениями в адрес концерна Volkswagen. По мнению экспертов банка, они создали неопределенность в автомобильной отрасли Европейского Союза. В аналитической записке Society General говорится, после того, как компания Volkswagen признала, что по всему миру около 11 миллионов машин оснащены устройствами, которые могут обходить тестирование на вредные выбросы, инвесторы, скорее всего, какое-то время будут держаться в стороне от всего автомобильного сектора. Они будут гадать, какая компания может стать следующей после Volkswagen. Поэтому акции автокомпаний какое-то время будут мертвыми деньгами. Снижение рекомендаций по автомобильному сектору является еще одной причиной держаться подальше от фондового рынка Германии. Доля автомобильных компаний в немецком индексе DAX составляет 17%. Внимание! Не пропустите выход важных новостей завтра в 15.30 по московскому времени. В это время в США выйдет отчет по ВВП в квартальном выражении. Свежая статистика может изменить положение американского доллара и тем самым открыть возможность заработка. Напоминаем, аналитики крупных мировых банков JP Morgan и Национального банка Австралии видят в своих долгосрочных прогнозах нисходящий тренд пары евро-доллар. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Продолжаем выпуск. Коммерческие запасы нефти в США за неделю с 11 по 18 сентября упали на 1 миллион 925 тысяч баррелей, не оправдав ожидания экспертов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на еженедельный доклад Министерства энергетики США. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение запасов нефти на 1 миллион 250 тысяч баррелей. За этот период товарные запасы бензина выросли на 1 миллион 369 тысяч баррелей и достигли почти 219 миллионов баррелей. В докладе Министерства отмечается также снижение коммерческих запасов дистиллятов на 2 миллиона 88 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов снизились почти до 152 миллионов баррелей. Американская корпорация Boeing ведет переговоры с китайскими партнерами о стратегическом партнерстве и получении контрактов, сообщает Wall Street Journal. Со ссылкой на исполнительного директора подразделения коммерческих самолетов Ре Коннера. Коннер считает китайский рынок очень важным для Boeing. Недавно стало известно, что компания планирует построить новый завод в Китае. При этом Коннер уверяет, что это не приведет к сокращению сотрудников, задействованных в производстве самолетов Boeing 737 в рамках программы 737 в штате Вашингтон. Он подчеркнул, что строительство нового завода поможет увеличить производственную мощность Boeing. Согласно данным Reuters, компания заключила около 300 договоров на продажу самолетов китайским компаниям, общая стоимость которых оценивается в десятки миллиардов долларов. Это самый крупный заказ, полученный компанией Аэросектор от китайских компаний. Министерство финансов России в 2016 году ожидает инфляцию на уровне 6-7%. Об этом на заседании Госдумы заявил глава министерства Антон Силуанов. Снижение инфляции в последние кварталы очевидно. Второй и третий кварталы идет резкое снижение темпов индекса потребительских цен. В следующем году мы ожидаем, что уровень инфляции составит 6-7%, не больше, сказал Силуанов. Согласно прогнозу Минфина, в третьем квартале 2015 года потребительские цены вырастут на 1,8%. Силуанов отметил, что несмотря на крайне высокий риск инфляционной спирали в этом году, этого сценария удалось избежать. Центральный банк России по итогам 2015 года прогнозирует инфляцию на уровне 12-13%. По оценке Министерства финансов она составит 12,2%.